Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о пользе и вреде игрушки в жизни ребёнка и о том, как правильно выбрать игрушку своему любимому чаду. У нас в гостях доктор психологических наук и профессор Елена Смирнова. Итак, в ваш центр, Елена, занимается экспертизой, психологической экспертизой игрушек, тех игрушек, которые продаются в магазинах. И вот сейчас мы попытаемся с вашей помощью разобраться в том многообразии игрушек, которые мы... Ну, конечно, мы не все здесь представили на нашем столе игрушки, но, тем не менее, надеюсь, что ваши комментарии помогут родителям, бабушкам и дедушкам понять в том, какие игрушки нужны их маленьким чадам. Итак, в чем же всё-таки, чем грешит современная промышленность? Что она нарушает? Какие главные ошибки она делает, производя на свет обилие игрушек, тех, которых мы видим? Дело в том, что игрушка является не только средством развития ребёнка, но она ещё является товаром. Товаром, который продаётся в магазине. И главная задача продавца и производителя – этот товар продать. И как можно дороже. И как можно дороже, и как можно большее. Собственно, огромное количество игрушек в детских комнатах – это тоже результат такой вот агрессивной политики рынка. Важно убедить покупателя, что вам нужна не одна, а десять таких похожих игрушек. То есть у нас разные цели и задачи с производителями. Да, и вот такая серийность этих игрушек. Это тоже мы видим как результат изобилия, избыток этих игрушек. То есть первое – это количество. Количество, да. Запомните, дорогие друзья. Потом эта игрушка должна быть привлекательной. А это значит, она должна нести что-то такое необыкновенное, что-то такое, чего у других нет, чего никогда не было. То есть вот такая какая-то китчивость, какая-то эпатажность. И вот чем эта игрушка страшнее, чем она необыкновеннее, тем больше покупатель на неё обращает внимание и покупает. Это даже сами продавцы иногда осознают. Я неоднократно разговаривала с ними. Какой ужас вы продаёте, спрашиваю я. Они говорят, а чем страшнее, тем лучше покупают. Вот вам и забота о ребёнке. Второе – то есть яркость, броскость, на которую нас ловит потребитель. Третье. Потом адресация прежде всего на взрослого. Покупают-то игрушки взрослые, не дети, а взрослые. И поэтому нужно, чтобы игрушка нравилась взрослому человеку. Вот оно что. И поэтому очень многие куклы, например, имеют абсолютно взрослый облик. Куклу ребёнка, куклу девочку или мальчика найти очень трудно. А вот какие-нибудь там барышни вот такие. А получается, что Барби – это не очень хорошо? Ну, это для взрослых хорошо или для больших девочек. А маленьким девочкам Барби совершенно не нужна. Им нужно то, что отражало бы детский опыт, чтобы было похоже на самого ребёнка. То есть такие пупсики, да, как мы называли в детстве. Да, такие вот. Галышки, да, вот куклы дети. Да, кукла-ровесник, чтобы ребёнок узнавал в ней самого себя. То есть о взрослении, да, это третье нарушение. Да, потом некоторая такая автоматизация, технологизация игрушки. Подобляющее большинство игрушек сейчас, особенно образных, ну вот которые изображают там животные или куклы, или человек, они сами поют, кричат, требуют от ребёнка каких-то действий. Танцы двигаются, да? Да. И это парализует, собственно, активность ребёнка. А что в этом плохого? Вот знаете, вот движущаяся там кошечка, вот нажимаешь, она и мяукает, и бегает. Как хорошо, замечательно. Вот возьмём, например, машинку. Казалось бы, обыкновенная машинка. Так. Что в ней плохого? Вполне в неё можно было играть. Так. Внимание! Водителям всех машин просьба принять право. Это она сама говорит. Водителям всех машин просьба принять право. Так. Вот играть с такой игрушкой невозможно. Можно только смотреть, что она делает. Боже мой, я впервые такое вижу вообще. А такого полно. Так, она ещё и дверь открывает. Дверь открывает, и вообще только смотри и любите. Так, всё, я думаю, достаточно. Достаточно. Да. То есть машина сама по себе хорошая, но то, что она делает... Если бы она этого не делала, было бы значительно лучше. Можно было бы кого-то сюда положить, посадить. Она бы могла кого-то везти и вполне была бы пригодна для игры. Но вот этот механизм, он... А это просто страшилка какая-то, знаете, просто пугает. Он парализует всю детскую активность. И таких игрушек очень много. Но это явно игрушка для взрослого. Мужчина, который, скажем, каждый утро садится за руль и едет на работу. В общем, прикольно. Они балдеют от того, что голосом милиционера вот такие ему инструкции дают. Так, хорошо. Взрослость, да? Взросление игрушки. И вот автоматизация, я говорю. Автоматизация, да. Автоматизация. И вот эта автоматизация, она блокирует собственную активность ребёнка. Вот, например, возьмём вот эту самую уточку. Так, ну давайте уже пойдём конкретно по игрушкам, да? Казалось бы, обычная уточка. Ничего в ней плохого нет, да? Да, хорошенькая такая. Но. Такую. Ой, сейчас она спихнёт в вашу чашку. И она идёт, идёт и живёт своей жизнью. Если её взять, она издаёт какие-то немыслимые звуки. И вот для взрослых это очень прикольно. Слушайте, действительно. А для ребёнка это, ну может быть, он тоже будет смеяться и удивляться, и обалдеть от этого. Кстати, они выбирают прежде всего такие игрушки. Но играть с ней, вот создавать эту воображаемую ситуацию. Что с ней делать, да, вот с этой игрушкой? Да, присваивать ей свой голос совершенно невозможно. Вот обычная уточка, предположим, с ней можно делать всё, что угодно. Вот с ней можно купать ребёнка, да? Не только купать, она может плыть по озеру, она может повстречать какую-нибудь там собачку, подружиться с ней, или собачка на неё может подтявкать. И ребёнок может в её уста вложить свои собственные настроения. Она может спросить тебя, чего ты хочешь? Я хочу, я хочу, чтобы со мной подружился. Мне скучно. Вот эту уточку об этом спросить нельзя. Она абсолютно самодостаточная и живёт своей жизнью. И поёт свою песню, да? А простая уточка, она открытая. У нас очень важный показатель открытости игрушки. То есть возможность вложить в неё всё, что ты хочешь. Она может испугаться, может заболеть, может отправиться в путешествие и всё, что угодно. Так, то есть получается, что эта уточка плохая, да? Она не то, что плохая, да? В неё нельзя играть. И она сводит детскую активность вот к такому потребительству. В неё можно поиграть, ну, сколько? Вот её вот с момента завода, да? Вот завёла, включила. Если вы из неё вытащите все вот эти вот самые устройства, что достаточно трудно, то да, можно. То есть вот это и срок её игры, да? Это где-то буквально, ну, минута-полторы. Так ли, да? Потом она надоедает. Потом она надоедает. Или бывают сейчас такие куклы. Чао-чао или Бэби Боны, которые дают ребёнку команды. Вот нажимаешь, и она начинает, мамочка, покорми меня. Через пять минут. Мамочка, спой мне песенку. Мамочка, хочу гулять. И понятно, что ребёнок ничего не может с ней делать. Он просто посмотрит на неё и ждёт, что она скажет. И удивляется. Ждёт и удивляется. Это не для игры. А для чего это? А вот это вопрос. Это вопрос. Чтобы, может быть, показать, что у меня такое есть, потому что это модно. Чтобы посмеяться там минуту. Чтобы поразить воображение своих сверстников. Это всё может быть. Хорошо. Ирина Александровна, я, может быть, сейчас буду не права, но существует ли какой-то набор необходимых игрушек для каждого возраста ребёнка? О котором мы сегодня говорили. Три возраста дошкольных. То есть ранний, средний и поздний дошкольный возраст. Вот такой джентльменский набор, который должен быть у каждого ребёнка. Раньше, я помню, в моём детстве у нас были кубики обязательно, пирамидки были. Ну, кукла, конечно, была, которую можно было купать. И кукла там с волосами, которую можно было начёсывать, расчёсывать. Она ещё, мама говорила, и моргала глазами. Вот, не обязательно могла бы ходить. Ну, я не знаю. Были такие пластмассовые, да, уточки какие-то, пупсики, с которыми можно было делать всё что угодно. Одевать их, раздевать, что-то даже для них пошить. Песочные какие-то приладлежности. Ну, вы, собственно, перечислили основные игрушки, которые нужны детям. Да, конечно, набор этих игрушек, он зависит от тех развивающих видов деятельности, для которых характерны для конкретного возраста. Вот для раннего, мы уже говорили, нужны игрушки, с которыми можно было действовать. Там вкладывать, перекладывать. И это вот эти самые пирамидки, вкладыши, формочки для песка. Игрушки, которые бы удивляли ребёнка, в которых было бы что-нибудь удивительное. Удивительное, кстати, вот эта игрушка вполне бы могла подойти для двух. С года до трёх. Да, с года до трёх. То есть она удивляет. Она удивляет, и там нажал, и она крякает, квакает, и ребёнок поражается, и видит результат своих действий. Вот. В дошкольном возрасте, конечно, репертуар этих игрушек расширяется. Это разные игрушки для вот этой самой сюжетной игры. Для игры в семью, для игры в доктора. Тогда вот эти конструкторы, здесь я перебью, вот там, где дома, которые строят дети, в этом доме есть мебель. Да, да, да. Это всё хорошо, да? Это всё подходит, потому что ты можешь создать сам вот этот свой воображаемый мир, где бы эти куколки поселились и зажили бы своей жизнью, которую управляет ребёнок. Не своей вот этой вот жизнью, а той жизнью, которую он сам туда вкладывает. То есть конструкторы вот в этом деле уже... Конструкторы, чтобы они создавали вот этот самый детский воображаемый мир. Это средний возраст или старший? Ну, это на протяжении дошкольного возраста, от трёх до шести. Хорошо. А если говорить о развивающих играх, которые в коробочках продаются, и там что-то такое немыслимое... Вот опять же, существует такое неправильное представление о развитии, как об обучении. Вот считаю, что развивающие игры, вот они-то как раз и развивают. А вот это всё, это не развивает. Вот это глубокое заблуждение. Развивается ребёнок не тогда, когда он запоминает буквы и цифры, не тогда, когда он учится каким-то готовым знаниям, а когда он сам действует, сам придумывает. И вот когда он строит свои замки, дома, когда он отправляет своих этих персонажей, любимых кукол в какие-то путешествия, он как раз и развивает свою фантазию, воображение, мышление, планирование, организацию своей деятельности. Вот по-настоящему развивающие игрушки, вот они вот эти вот. Это обычные куколки, уточки. Вот давайте о ней всё-таки расскажем. Вот что хорошего, может быть, я не знаю, ну вот в этой игрушке, например. Вот она деревянная, да? Обыкновенная деревянная игрушка. И это замечательно. И у неё так много конкурентов дорогих и богато одетых кукол. И это замечательная такая, я бы сказала, мальчишеская игрушка. Потому что это типичный дракон. Это исчадие ада. Это воплощённое вроде бы как зло. Но в то же время он не страшный. Это не какой-то там ужасный бионикол или киборг. Это традиционный такой дракон. И к нему прилагается, это единый комплект, некоторый рыцарь, который на белом коне или на бежевом коне, с ним может сражаться. И есть ещё тут принцесса, которая является вот таким... То есть это деревянная игрушка, да? Деревянная, и она как раз очень открытая. Чем она хороша? А вот тем, что она допускает фантазию ребёнка. Что он сам должен придумать сюжет. Вот тебе принцесса, вот тебе рыцарь на коне, и вот тебе дракон. Понятно, кто с кем за что борется. То есть она содержит некоторые ориентиры, которые направляют эту детскую фантазию. Что в ней ещё хорошего? Цветовая гамма, не знаю, или то, что... И она вполне выполнена в таком русском народном стиле. Да, да, русском традиционном стиле, да. Да, и это тоже очень хорошо, потому что ребёнок приобщается к некоторой такой вот народной традиции. Хорошо, а аналог этому, допустим, вот будет не такая деревянная игрушка, а какая-нибудь вот такая же объёмная. Ну вот покажите, вот, пожалуйста, у вас такой вот киборг стоит, какое-то что-то непонятное. Ну вот это как раз... Вот такой же был бы вот наш богатырь. Жутковатая какая-то игрушка, потому как у него жутко выраженное такое агрессивное выражение лица. А для маленьких детей выражение лица этой игрушки очень важно, потому как дети совершенно подсознательно присваивают себе это выражение. Вот для них кукла – это некоторая вот норма, что ли. Аналог человека живого, да? Аналог человека, да, модель человека. Который может встретиться в жизни. Вот, и когда ребёнок долго смотрит на вот это жуткое лицо, он подсознательно начинает уподобляться. Ну что это? Что может воспитать такая игрушка? Агрессию, я не знаю, ну что это? Она не саму по себе воспитывает, она воспитывает представление о человеке. Что такой человек может быть. Такой человек может быть. У нас есть такие люди в жизни вообще? Может быть, это наоборот подготовка к жизни, к реальной? Он начинает идентифицироваться с ним, он повторяет. Одевает на себя это, да. И начинает уподобляться этому. Если мы хотим, чтобы наши дети выглядели примерно так, и имели такое выражение лица, то, пожалуйста. Да. Ну тогда, конечно, наш-то богатырь симпатичнее. Да, безусловно. И приятнее. Так, ещё какие игрушки? Безусловно. Ну вот, очень такие классические, хорошие куколки для сюжетной игры. Я смотрю, они даже вот такой ручной работы. Ну, они такие тёплые, мягкие, уютные. И если к ним прилагается ещё какой-то вот элемент пейзажа, ну, предположим, вот это дерево, то это опять же создаёт, наталкивает ребёнка на создание воображаемой ситуации. Вот они в саду, вот они собирают там яблочки, вот у них тут собачка. Да, и всё это создаёт опоры для создания сюжета. Мне кажется, хорошо ещё то, что они помещаются в ладошки, вот они такие мягкие. Да, им очень удобно действовать. Очень удобно действовать, и они взаимно, так сказать, гармоничны. Там девочка может сесть на собачку, предположим, и поехать куда-то в далёй страны. Можно бы дефицировать. Собачка может стать лошадкой, с ней можно познакомиться, и можно о ней заботиться, её кормить, гулять с ней по саду, а можно отправиться в гости к рыцарю. В общем, здесь простор для фантазии очень большой. И потом, вот должно ли быть игрушку жалко, да? Вот иногда родители покупают дорогие игрушки, говорят, не играй, у неё дорогое платье, или там, или аккуратнее, не испачкай. Да, вот, а вот я понимаю, что отношение к игрушке должно быть таким мягким, нежным, потому что это твой друг, да, часть тебя, часть твоей семьи. И в то же время, вот стоит ли, как сказать... Игрушку должно быть жалко не как вещь, не как кусок материи, а как человека, как живого человека. Вот, например, когда девочка говорит, ей надо подстелить тряпочку, а то ей холодно, или ей жёстко. Да, совершенно верно. Это заботливо. Или там её надо закутать, да, или она испачкалась, её надо помыть. Это отношение человеческое. И вот это уже, да, это уже какой-то воспитательный такой момент. Это очень важно, очень важно. У нас звонок в студию, давайте мы послушаем вопрос нашего телезрителя. Пожалуйста, говорите, мы вас внимательно слушаем. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я звоню вам из города Воронеж. У меня такая ситуация, у братовой дочки, соответственно, моей племянницы, скоро годик будет. Вот хочу вас спросить, что лучше подарить, мягкую игрушку, или какую-то там развивающую игру может быть уже? В годик, да? В годик. Да, спасибо. Ну вот в годик я перечисляла те игрушки, которые нужны для раннего возраста. Это всякие там пирамидки, вкладыши, сенсорные коврики сейчас есть очень хорошие, которые позволяют обследовать, ну где можно открыть кармашек, положить что-то, спрятать, достать, что-то зашнуровать, завязать. Ну то есть вот эти самые ручные действия, которые на самом деле не только ручные, но, как я уже говорила, они требуют действенного мышления, соотнесения разных там движений и всё такое. Ну и, конечно, мягкая игрушка тоже вещь очень важная для малыша, начиная там с полутора, с двух лет. Ну тут годик, ребёнку... Ну не успеешь оглянуться, как будет и полтора, и вот такая привязанность к игрушке мягкой, она очень важна. Почему? Но для этого игрушка должна быть особая. Ну у нас вот есть примеры, да, вот для нашего телезрителя. Вот у меня очень хороший пример мягкой игрушки, которая не говорит ничего, не скачет, ничего не делает. Но в то же время она очень симпатичная, очень мягкая и очень такая открытая. Она может принимать любую позу. Её можно погладить, да, её можно покачать. Она очень смешно вот так вот садится, ложится. И такая она как живая, хотя она, повторяю, в высшей степени условная. И вот такой вот дружок может быть настоящим другом для ребёнка. Ну конечно, я же помню своё детство, мне папа подарил на рождение моей сестры, младшей, потому что я за неё ухаживала, он подарил мне медведя. Этот медведь, по-моему, до сих пор где-то у нас живёт. Это был мой друг с детства. И вот такие мягкие игрушки, они очень часто становятся любимыми. И даже не для игры, а они становятся спутниками жизни для маленького человека. И талисманами это уже для взрослых, а для малыша это некоторая опора в его проблемах некоторых. Вот когда ребёнку страшно, одиноко, когда он болеет, когда он приходит в детский сад и остаётся один. Вот такой тёплый, мягкий дружок, который пришёл с тобой из дома, он очень помогает пережить всякие вот такие стрессовые, трудные ситуации. То есть вот такая любимая игрушка, она должна быть в жизни ребёнка. Да, и это очень хорошо. И лучше, если это будет мягкая игрушка или не обязательно? Мягкая. Как правило, это вот какие-то одушевлённые зверюшки. Но понятно, что они не зверюшки, они друзья, они люди, которые разговаривают и могут тебя выслушать, понять, если они тебе что-то сказать. И с ними малыш любит и есть, и спать, и брать с собой на прогулку. И вот это большая удача, если удастся найти. То есть родителям не надо, вот когда ребёнка собирают на прогулку, обычно плачут дети. Мама, я возьму с собой игрушку, а мама говорит, не надо, оставь дома, ты её сейчас потеряешь или испачкаешь. Это получается плохо? То есть ребёнок должен брать её с собой? Да, ему нужен такой вот близкий какой-то друг. Дорогу куда-нибудь, да? Да, это некоторое его дополнение, это его продолжение его. Замечательно. Найти такую игрушку, это большая удача. Правда? Да. Ну, конечно же. А в этом смысле, допустим, если бы вот эта милая собачка, ну, хотя бы что-то, какой-то звук издавала, я не знаю, милый, это было уже минусом для неё? Ну, вот это вопрос, смотря какой звук. Если бы она где-нибудь там потявкивала или скулила, то это не страшно. Или вот мишки такие были, которые... Да, или мама, да, куклы, которые говорят мама. Да, и это не страшно, это как бы усиливает её живость, что ли, помогает одушевлению. Ну, когда вот как эта утка, они крякают, квакают, машут крыльями... Да, и говорят, они же... А вот песни поют, поющие игрушки. Ну, тоже приходится их слушать. Эти песни обычно заунывные, сомнительного качества, и они не позволяют вложить в эту игрушку свой собственный голос. Понимаете, приходится их слушать, и всё. И вот такие игрушки не могут стать любимыми. Ясно. Так, хорошо, у нас несколько минут до окончания программы. Какие ещё критерии игрушек мы можем продемонстрировать на примере того, что вы нам принесли? Ну, вот игрушки хороши, которые наталкивают на какой-то сюжет. Потому что не всегда ребёнок сам может придумать. А вот когда это сюжет какой-нибудь сказки, это очень удобно. Вот, например, Маша и медведь. Вот медведь... Ну, для этого ребёнок должен знать эту сказку, да? Да, конечно, конечно. Медведь и у него сзади короб. И вот этот короб, он задаёт определённый сюжет. Вот вам Маша, которая забралась к нему, и он, соответственно, идёт по лесу. Туда ещё и пирожки можно положить при желании. Конечно. Он идёт по лесу, и, соответственно, проигрывается этот самый сюжет с Машей, который кричит ему, не садись на пенёк, не ешь пирожок. Вот. То есть игрушка должна, с одной стороны, наталкивать на какой-то сюжет, а с другой стороны, быть открытой, допускать разные вариации, которые придумает сам малыш. Замечательно. И вот это дерево, в конце концов, последнее, что оно нам несёт, и мы подводим итоги нашего разговора. То есть какие игрушки лучше, например, наши, отечественные или импортные? Каким отдавать предпочтение? Ну, вот дерево, оно удобно тем, что оно создаёт некоторую атмосферу, некоторый такой пейзаж, ландшафт. Вот его поставил, вот здесь яблони, ну, предположим, это может быть ёлочка, куст, и это уже вроде как по лесу идёт. Сюжетная игрушка. Понятно, что это можно и самим сделать, но когда это есть, это удобно, это облегчает вот такое создание воображаемого пространства. И всё-таки, чьи игрушки лучше, наши или импортные, заграничные? Заграничные. Обычно предпочитают заграничные. Ну, трудно ответить на этот вопрос, и те, и другие могут быть очень хорошими и очень плохими. Вообще, конечно, замечательные немецкие игрушки, как правило, потому что они там проходят экспертизу. Вот. Психологическую экспертизу, да? Психологическую. Там есть специальный такой значок, оранжевая такая тарелочка. И вот если она есть, это значит игрушка отличная. Мы, кстати, сотрудничаем с этой организацией немецкой Шпильгут, и у нас примерно такие же критерии. Так что немецкие игрушки в большинстве своём хорошие. Вот. Ну, бывают, конечно, китайские разные. У нас подавляющее большинство игрушек на рынке китайские, где-то 80%. Ну, часто говорят об экологических материалах, из которых они сделаны. Это имеет какое-то значение? Нет, это, конечно, имеет значение. Мы этим не занимаемся. Вообще предполагается, что игрушки, которые поступают в продажу, они проходят эту гигиеническую экспертизу, и что у них есть этот сертификат качества. Ну, так это или нет, проверить невозможно, но мы этим не занимаемся, потому что этим занимаются другие инстанции. Ясно. Отечественные игрушки бывают очень хорошие. Вот, кстати, вот это вот отечественные. Да, вот как те, которые нам показали. Да, это вот родные, отечественные. А бывают, увы, не совсем хорошие уточни. Хорошо, подводя итоги, вот, какими должны быть главные требования к игрушке, когда родитель приходит в магазин? Вот, на что он должен обратить, прежде всего, внимание, что он должен учитывать, чтобы купить нужную, правильную игрушку или игру для своего ребёнка? Родитель должен представить, что ребёнок будет делать с этой игрушкой, как он будет с ней действовать. Не ориентироваться на свои такие вот первые впечатления, ах, как красиво, или как смешно, или как забавно, а представить, насколько долго и что именно ребёнок будет с этой игрушкой делать, как он будет с ней играть. Вот, если вы такое можете вообразить и представить, и посоветовать, то, значит, игрушка подходит. Так же, покупая себе что-то, куда это пристроить, да, в хозяйстве? Да, и если это просто вот такая забава, посмеялся пять минут и всё, то, пожалуй, не стоит. У нас минута до окончания программы, наверное. Потом ещё важно, что игрушка – это не средство обучения. Понимаете, когда мы говорим «развивающая игрушка», то она не должна нести вот такие конкретные знания. Она должна быть предметом игры. А игра, повторяю, это не забава, с одной стороны. И с другой стороны, это не учение, а это самая такая развивающая деятельность. То есть в неё нужно, чтобы в неё хорошо игралось. Да, чтобы в неё хорошо игралось. Она должна быть безопасной какой-то, я не знаю, этичной, Да, она должна ещё быть психологически безопасной, это точно. И если мы не хотим, чтобы наши девочки выглядели примерно так вот, да, чтобы у них такое было выражение лица и такой макияж, то мы не должны покупать им такого рода куклы. Кукла должна выражать что-то такое детское, доброе, милое, чтобы мы хотели видеть наличие. Своих детях. Замечательно. И ещё в заключении нашей программы я хочу ещё раз показать вот этот знак. Дорогие родители, когда вы видите этот знак, это значит, игрушка прошла вашу экспертизу, и она замечательная и хорошая. Ну что ж, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу, дорогие друзья. Мы сегодня говорили о игрушках, которые стоит покупать нашим детям, о полезных игрушках. И у нас в гостях была доктор психологических наук Елена Смирнова. До свидания, до встречи через неделю. Обязательно будьте счастливы. Всего доброго.